Благодать это что? Мир вам друзья, приветствую вас на блоге Виктора Бусла о познаниях. Благодать это особое расположение к нам. Друзья, я хочу поговорить о наших любимчиках. У каждого есть свои любимые вещи, например книга, музыка, певец. Кстати, также могут быть кто-то из домашних животных. А давайте посмотрим на своих знакомых или коллег по работе. Конечно, есть свои любимчики и в любом коллективе. Как мы к ним относимся? Конечно, с какой-то теплотой. Если кто-то что-то скажет, смеемся. А если сделал или сказал что-то плохое, прощаем, переводим в шутку. Так ведь, друзья? А в вашем коллективе есть любимчики у начальства? Тех, кому особое отношение вашего начальства? То есть, есть люди, которым особое отношение, не такое, как ко всем. Но особое отношение не такое, как к врагу. Злоба, непрощение. Если что-то скажет, сразу принимаем штыки. А другое отношение милосердия, милости, снисходительности. И если кто-то обижает, стараемся защитить. Есть такое, друзья. И сегодня мы говорим, что благодать – это особое отношение Бога к нам. Особое отношение ко мне, вам лично. Мы сейчас поговорим и будем говорить о Боге, Иисусе Христе и Святом Духе на нашем канале. Следите, подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в этом увлекательном путешествии. Так благодать – это что? Давайте заходить не будем далеко. Посмотрим, что говорит Википедия на слово «благодать». Благодать – одно из ключевых понятий христианского богословия. Рассматривается как дар для человека от Бога, подаваемый исключительно по милости Господа, без всяких заслуг со стороны человека. Предназначена для спасения человека и освящения. Благодать понимается как действенное снисхождение Бога к человеку, действие Бога, изменяющее сердце человека и само свойство Бога, указывающее на его доброту и милосердие. Представление о благодати сочетается пониманием ее одновременно, как деяния и как силы. Так вот, у Бога есть свое, особое отношение к людям, и оно выражается в даре благодати. То есть это не просто слово, а дар благодати всегда выражается в действии. Благодать Божью видно в моей, в вашей жизни, обычным невооруженным взглядом. Источник благодати Бог. Благодать исходит. Источник, конечно, только Бог. Особое отношение Бога к нам, ко мне и вам, и оно видно невооруженным взглядом. Когда Бог изменяет обстоятельства и отношения даже незнакомых людей к нам. То есть люди относятся к нам так, как относится к нам Бог Отец. Можно сказать, что Бог действует в нашей жизни через людей и обстоятельства так, как хочет Он. Часто и окружающие люди этого не понимают, но они становятся рукой Господа. И очень часто это видно, когда люди поступают к нам больше и лучше, чем мы заслуживали. Например, вы пошли просто к врачу, а он принял вас без очереди. Вдруг обстоятельства поменялись. Вам нужна операция, а вам дают лучшего врача. Вы садитесь в поезд, а вас садят в люкс-вагон. Вы сделали что-то плохое, заслуживаете действительно наказание, а вас прощают. Друзья, напишите в комментариях о ваших таких случаях проявления Бога в ваших жизнях. Более того, еще хочу сказать, это не мы с вами хорошие. Это отношение Бога ко мне, к вам. Это Бог показывает свое отношение через обстоятельства людей к вам, ко мне. Благодатная Дева Мария. Друзья, давайте посмотрим на одну женщину, которая обрела благодать от Бога в Библии. Откроем Евангелие от Луки, первую главу, стихи с 26 по 32. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова, имя же Деви Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это за приветствие. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь в отчреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Это Евангелие от Луки, первая глава, стихи с 26 по 32. Дева Мария. Когда ангел говорил, вошел к Марии, он сразу назвал ее благодатная. То есть, он сразу показал ей отношение Бога к ней. Он показал, как Бог видит ее. Друзья, Бог нас с вами тоже видит так. Мы не Вася, Иван, Маша, Лиза. А Бог, Отец, нас видит как благодатных. Он имеет свою точку зрения на нас, таких, которые обрели благодать от Господа. Поменяйте, друзья мои, свою точку зрения на себя. Смотрите на себя так, как видит вас Господь. Всегда помните это. Благодать – это глазами Бога. В 28 стихе ангел Гавриил объяснил, что значит быть благодатным. Иметь благодать от Бога. Во-первых, Господь с тобою. Гавриил сказал ей, чтобы она не боялась. Все хорошо, Господь с тобой. Сестра, брат, не бойся, Господь с тобой. Даже если в твоей жизни трудности, появились враги, не бойся, Бог с тобой. Не осуждай себя. Не думай, что Бог покинул тебя, Господь с тобой. Во-вторых, ангел сказал, благословенный ты между женами. Благодатью Мария была выделена среди остальных жен, Божьей рукой, чтобы она не смотрела на себя, как на обычного человека. Теперь Бог выделил сам лично среди других жен и к ней особое отношение. Не всякого сомнения, сестра, брат, ты благословенна между людьми этого мира. Подобно тому, не смотри на себя, как на часть греховной жизни. Сейчас сам Бог лично выделил тебя среди этого греховного мира. Бог видит и принимает тебя по-другому. Прими это. Обрести благодать это. В 30 стихе написано, что ангел ей сказал, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Мы посмотрим в других переводах на то, что сказал ей Гавриил. Не бойся, Мария, ибо ты снискала расположение у Бога. Не бойся, Мария, потому что Всевышний проявил к тебе милость. Не бойся, Мария, ибо ты нашла дар у Бога. Как видим, Мария обрела расположение, нашла дар от Бога. Бог проявил милость к Марии. Благодать это обрести расположение и дар от Бога. И благодать это, когда Бог, видимо, проявляет к нам свое милосердие. С тех пор, как ты пришел к Богу, мой брат, сестра, теперь ты снискала расположение у Бога. Он проявил к тебе милость свою. Несомненно, Господь тебе дал дар свой, и это все благодать. Ты это все имеешь. У тебя хорошие отношения с Богом. Благодать это не слово, это дело. Друзья, когда мы обрели благодать у Бога, это не просто слова, а дело. Посмотрим на Деву Марию. Более того, когда к ней пришел ангел Гавриил, он не просто говорил с ней, а сказал, что произойдет. Благодать от Господа имеет физическое проявление. У Марии это 31 стих. И вот, зачнешь в очреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Гавриил пришел, сказал, что ты обрела благодать и родишь сына. Слово и дело. Бог сказал свое слово и сделал определенные вещи в жизни Марии. Так что она увидела реально это рождение сына. И даже сказал, как его назвать. Сестры, братья, благодать это не только слово Бога в вашей жизни. Это тот дар есть у вас. То он обязательно проявляется у вас. Этот дар, этот дар, дар не только духовный, но и физический. Сестра, брат, задай вопрос Богу. Помолись сейчас. Спроси его, где его благодать в вашей жизни. Как получить дар благодати в свою жизнь? Прийти к Богу с покаянием и верой в Иисуса Христа. Этот дар дается не за ваши заслуги, а только по милости Божьей. Как увидеть благодать в своей жизни? Безусловно, это обстоятельства, люди, которые окружают нашу жизнь. Господь показывает себя через обстоятельства и людей вокруг вас. То, что произошло незаслуженно вами или сверхожидаемого вами, то это все Господь, благодать Божья в вашей жизни. Научитесь, учитесь видеть Господа в вашей жизни. Как жить в благодати Божьей? Во-первых, прийти в церковь и стать частью общения верующих. Во-вторых, начать делать что-либо в вашей церковной общине – это дары Духа Святого. В-третьих, начать жить поведению Духа Святого – плоды Духа Святого. В-четвертых, просто жить с Богом. Просто жить с Богом. Что это значит? Представьте, что вы насовсем переехали жить в другую страну. Что вы будете делать? Вы не будете говорить старым языком, будете учить новый. Будете изучать новые законы государства. Друзья, и не только изучать, но и жить по ним. Так ведь? Наверное, и будете строить новые взаимоотношения с новыми людьми. Несомненно, так и в жизни с Богом. Когда мы пришли к Богу, это как мы переехали в другую страну. Вне сомнения, теперь нам нужно изучать новый язык. Это христианские термины. Кстати, что мы сейчас и делаем? Мы изучаем термин «благодать». В старой жизни у нас этого не было. Изучаем новые законы жизни с Богом, как верующие люди. Строим новые взаимоотношения с такими же людьми, как мы, верующими. А именно для этого Бог дает нам свою благодать. Для новой жизни во Христе Иисусе. Ошибка в благодати. Большая ошибка в нашей новой жизни с Богом, с даром благодати, это когда мы продолжаем жить своей прошлой жизнью и ищем себе старые грехи. Подобно тому, как переехать в новую страну и продолжать жить по законам старой страны. Нужно переключиться на новую жизнь. Изучайте, как жить в новой стране. В таком случае не тратьте время свое на поиски своих грехов. Теперь Бог сам их вам покажет и поможет с ними справиться. Несомненно, изучайте, как стать частью вашей общины. Читайте о том, что у вас теперь есть и это Дух Святой. Начните жить, применяя новые дары служения. Безусловно, тратите свое драгоценное время только на новую жизнь с Богом. Вообще, слово «благодать» имеет много интересных сторон. И рассказать все в одном подкасте невозможно. Это примерно как рассказать, что такое ребенок. Дети бывают мальчики, девочки, с разными волосами, цветом глаз. Кстати говоря, и благодать имеет разные цвета. Мы еще много будем говорить о благодати Бога в нашей жизни. Почему? Это дар от Бога для нас, и это интересно. Следите, подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в этом увлекательном пространстве. Подписывайтесь, будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. Итак, сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись, или вы получили слово откровения от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.